доброго времени суток друзья приветствую всех на канале erzone game сегодня мы с вами зайдем и посетим один из проектов построенных на базе игры gta 5 расположенном на мультиигровой платформе рейч mp о дате открытия данного проекта у меня информации нету но он уже какое-то время находится в онлайне на данный момент он находится в стадии obt но данную стадию я уже привык у нас открываются проекты называется obt и в общем то ничего более не меняется происходят какие-то обновления кстати обновление происходит и вот когда я снимал это видео обновление да действительно приходит происходит это мы увидим но вот что здесь тестироваться вот об этом бы хотелось поговорить ну давайте все по порядку и начнем мы с меню персонализации которая выполнена вот таким вот видом образом который вы сейчас видите и вроде бы все ничего но вот сама настройка вот эти вот ползунки которые здесь сделаны они крайне неудобны мышка за них не цепляется и если мы пытаемся ввести ползунок вправо или влево то поворачивается вместе с персонажем чтобы делать какие-то настройки надо кликать на вот эту вот полосочку вправо или влево потому что тянуть как я рассказал смысла никакого нету поймать и практически невозможно а если будете просто тянуть право или влево то будете водить вместе с персонажем не очень удобное меню не очень удобно но как и выглядит визуально так она и по своим характеристикам не очень удобно ну и ладно создаем нашего персонажа и заходим в игру по визуальной составляющей в этом меню можно отметить только прически несколько видов прически вот одну из них я выбрал но эти прически тоже такое себе решение потому что они не оптимизированы но это мы увидим чуть дальше появляемся мы в аэропорту вот в таком вот месте и сразу же стоит нпс и к можно подумать что сейчас будет линейка ознакомительных квестов естественно идем к ней к этой девочки и начинаем вступать с ней в диалог из которого следует что нам надо в общем-то взять у нее посылку и отвезти на строительную площадку за что она нам даст какую-то денежку кстати говоря потом придется к ней вернуться но это уже на следующем но это не является никакой начальной линейкой квестов и никаким ознакомительным меню все что вы сейчас видите вот то вы и видите в общем-то на этом вся линейка сразу же и заканчивается зато бросается в глаза что аренда скутеров которые мы сейчас видим отличается от иконки которая стоит тоже здесь в аэропорту но не в этом месте она здесь недалеко обозначает она аренду скутеров но стоит она подаль где-то метров наверно в пятидесяти правее не знаю зачем так сделано но вот так вообще дон сказать что с иконками здесь есть некие трудности которых мы тоже позже коснемся ну а что касаемо знакомительного текста то вот так вот меленько это все написано и в общем то надо сказать что достаточно бесполезно это все ничего ознакомительного я здесь не увидел так что арендуем мопед который здесь находится единственная точка это надо сказать сразу же, это единственная точка на всем проекте, где можно взять технику в аренду. Берем ее в аренду и отправляемся по заданию этой NPC-шки на строительную площадку, чтобы передать некий пакет и заработать 350 долларов. Едем на строительную площадку. Ну, а пока мы едем на эту строительную площадку, хотелось бы напомнить, что проект находится в стадии ОБТ, и вот про это ОБТ и хотелось бы немножко поговорить. Дело в том, что я очень часто негодую, заходя на вот эти проекты, которые называются ОБТ. У меня за плечами есть опыт тестировщика, я был на многих проектах, но на АГТА я был всего на одном проекте, и за какой-то экспириенс его даже не считаю. Тем не менее, я знаю, как проводятся тесты, и как проходит ОБТ, и что это вообще такое ОБТ. ОБТ, это открытое бета-тестирование, происходит на последней стадии, когда уже продукт готов, для выявления скрытых недостатков. И мне бы хотелось на вот этой вот почве и посмотреть, а что же тестируется вот на этом проекте. Ну, а сейчас мы привезли посылку и устраиваемся на работу. Первое, что бросается в глаза, это жуткий рассинхрон на этом проекте. Просто жуткий рассинхрон. Но это, наверное, проблема не самого проекта, а проблема в принципе платформы RageMP. Можете сейчас заметить, как человек улетел, потом прилетел, и такое продолжается здесь, ну, пока я здесь работал, так люди у меня и телепортировались. Видели, как он улетел? Не знаю, что это такое. Такая вот ситуация здесь случается. Смотрите, опять раз, щук, куда-то улетел. Сейчас сверху прилетит, вон он наверху, и упадет оттуда. Вот такая вот ахинея здесь постоянно. Ну, на это уже внимания особо не обращаем. Далее нам надо подняться. Данный скрипт я узнал уже издалека. Посмотрите, как установлена лестница. Она просто утоплена в текстуры. То есть, вот, обращаясь опять к теме ОБТ, да, то есть вы когда, вот когда разработчик ставил вот эту лестницу, а она как бы, ну, на этом месте ее не должно быть. Ее на всех проектах ставят по-разному. То есть, эти лестницы ставил разработчик данного проекта. Он не видел, что он ее вставит в текстуры. Для этого нужно ОБТ проводить. Но нам даже и далеко ходить не надо. Посмотрите, как, во-первых, он поднимает эту коробку, и как данная коробка расположена на персонаже. Ну, это вот как, я не понимаю. Вот для этого надо сделать ОБТ, да? То есть, когда вы этот скрипт закачали сюда, вы его вообще не видели, что ли? Ну, вот таким вот образом здесь все это происходит. Далее, вот почему я сказал, что я узнаю этот скрипт, потому что я его уже показывал неоднократно. Тут есть, правда, дополнительные действия. Вот таких вот такого стука молотком на том проекте не было. Я это уже показывал на проекте 5-Up. Да, по-моему, так, GTA 5-Up, да, называется. Там есть точно такая же работа. Только там есть еще антураж. Вот сейчас в левом верхнем углу, во вставочке вы видите, что это точно та же самая работа. Прямо один в один. Вот тот же самый скрипт. По-моему, он в свободном доступе, поэтому его очень многие используют. Ну, в общем-то, вот такая вот работа с видимыми косяками, на которые, видимо, надо вот обращать внимание. Может, еще писать куда-нибудь надо. Также это не видно. Ну, когда вот вы разрабатывали проект, это же невозможно заметить, да? Это же невидимые косяки. Поэтому, ну, я вот не знаю, что говорить еще вот про этот проект. Все, что я могу сказать, что это точно не ОБТ. Это какая-то начальная стадия развития данного проекта, но не ОБТ. Потому что вот это вот, то я только зашел и уже столько косяков, это то, что надо было делать авторам, разработчикам еще изначально. Вот залили вы скрипт, наладьте его. Но здесь он не налажен абсолютно, вот не налажен. Нету антуража, нету атмосферности. Все анимации кривые. Постановка объектов тоже кривая. Есть вот, например, работа вот такая, которая, ну, ты стоишь, это что-то, видимо, с электрикой связано, да? Но просто даже не пододвинули маркер, как нужно, к стене, чтобы он хотя бы около стены ковырялся, потому что он ковыряется в воздухе. Но это не может быть ОБТ. Это видимые проблемы, видимые, которые не надо открывать проект и просить игроков найти их. Они и так видны. Это должен был исправить разработчик, когда устанавливал скрипт, а не на стадии последнего тестирования. Это начальная стадия разработки. Это просто накидали, вот я бы так сказал. Просто взяли какие-то скрипты, накидали и вот смотрим, присматриваемся. Но это точно не последняя стадия разработки. Ну, а если двигаться дальше, то дальше совсем все становится хуже и хуже. Потому что я уже на одном из таких проектов бомбил на том, что взяли редейджевскую сборку, а это именно редейджевская сборка. Это еще один проект, который взял за основу именно редейдж. Ну, я уже говорил, что это самая доступная сборка, поэтому и над ней издеваются очень многие. Ну, и этот проект тоже самое. Они взяли редейджевскую сборку, но разобраться в ней, насколько я понимаю, не могут. Проблемы все те же самые. Транспорта арендного нету. Я уже даже не говорю в каких-то ключевых точках. Его нету вообще. Вот его вообще нету. Они даже с иконками разобраться толком не могут. А да, а называют это ОБТ. Но, как я уже говорил, это поиск невидимых, скрытых каких-то ошибок. А тут все наглядно. Вот открываем карту, открываем телефон, выбираем работу электрика. В телефоне она есть. Навигатор туда прокладывает. Иконки нету. И казалось бы, да, нету иконки, ну и не ходи туда. Но здесь это не работает. Потому что, например, есть центр аренды транспорта, иконка есть, а аренды нету. Здесь эта логика не работает. Нету иконки, не ходи. Нет, к сожалению. Ну, а так как информации-то тоже никакой нету, поэтому мне все-таки пришлось сходить и удостовериться, есть там работа или нет. Кстати, мы сейчас проходили остановку, по которой вы можете узнать редейджерскую сборку. Здесь работы нету. Но я поехал туда, где указывает мне GPS, и где стоит иконка аренды транспорта, но аренды транспорта тоже нет. А иконка и навигатор сюда ведут. А как видите, здесь вообще ничего нету. На каком-то проекте я показывал, что там стояла кривая иконка, и тоже не было аренды, но мотоциклы стояли наверху. Было написано аренда автомобиля, и стояли мотоциклы, наверху там было сбито, а здесь вообще ничего нету. Вот вообще ничего нету. И причем я еще раз повторю, что на всем проекте нету аренды. Одна точка аренды в аэропорту. Вот как хочешь, так и передвигайся по этому проекту. А экономика здесь сделана через жопу. Здесь есть жажда и голод. Чтобы их утолить, можно пользоваться некими Макдональдсами. Так и написано. Макдональдс. А выглядит это вот так. То есть они особо заморачиваться не стали. Просто придумали слово Макдональдс на карте написать. И применили любые объекты. Абсолютно любые. Ну, Макдональдс настоящего вы не увидите. Это просто какие-то объекты на карте. Но они будут называться Макдональдс. Выглядит это все вот таким вот образом. И стоит это все вот так вот. При зарплатах в 4, 5, 8, 10 долларов. Вот стоит это все вот так вот. Следующее, что мне здесь просто взбесило, нету оповещения о том, купил я или нет. То есть, ну, я подумал сначала, что меню просто не работает. Но ОБТ же, может быть, что-то не работает. Я жмыхал, жмыхал всякие кнопки. Ну, видите, а помещения никакого нету. Купили вы товар или не купили. Абсолютно непонятно. Зато, когда я оттуда вышел, полетели таблички. Сколько раз я нажал, столько я и купил. Ну, в результате потратил все деньги. Ну, я не знаю. Это ОБТ. Ведь на уровне разработки это же невозможно увидеть. Это надо давать людям, чтобы они мучились. Наверное, потом где-то отписывались. Это у меня, ну, действительно, у меня не хватает слов. Но помимо вот таких вот Макдональдсов, на этом проекте есть еще и магазин сумок. Выглядит это вот таким вот образом. Кстати, вот на ценах на сумки вы можете посмотреть, какие здесь дома. Потому что дома и сумки здесь стоят практически одинаково. Ну, ВИПовские дома, элитные дома, они, конечно, подороже. Но средний сегмент домов стоит столько же, сколько одна сумка. Зачем эти сумки? Я не разобрался. Понятия не имею, зачем они здесь нужны. На мой взгляд, это вот не пришей к звезде рукав. Вот точно так же. Наверное, просто можно было где-то скачать и установить. Поэтому установили. Что бы на этих сумках носить? Зачем они? Вот действительно, понятно. Нет, ну, может быть, если здесь еще провести лет 10 и сдохнуть на этом проекте, бегая без транспорта. Может быть, и разберемся, и поймем. Но я не дожил до того момента, когда бы я понял, зачем здесь сумки. Но они есть вот такие вот красивенькие. И стоят столько же, сколько стоит дом. Ну, а дальше начинается еще один интересный, веселый момент. Я пошел в банк, чтобы оформить карточку. Карточку мне не оформляют. Говорят, иди сначала получи документы. Хотя никакой информации об этом нигде не было. Ладно, я пошел в мэрию. И все, причем пошел. Это все пешком. Это все через всю карту бегом. И здесь в мэрии выясняется, что, оказывается, документы стоят 2 тысячи. Которых, естественно, у меня нет. И их не было даже изначально у меня. Не было такого капитала. О заработке я еще расскажу. 4, 5, 6, 8, 10 долларов. Мне нужно 2 тысячи. Я начал лазать по всем менюшкам. В поисках, ну где же это? Где-то ведь должна быть такая информация. Но такой информации нигде нет. Я вышел после этой мэрии. Посмотрел свои видео. С самого начала, где я беседовал в ознакомительном меню. Там нет никакой информации. Вот как человек должен догадаться, что ему, чтобы получить карточку, надо оформить документы. А чтобы оформить документы, ему надо иметь при себе 2 тысячи, которых у него даже изначально нет. Как об этом можно вообще догадаться? Вот как? Тут где-то есть какой-то телепат, который не должен на телепат этого. Кто так делает? Кто делает у так проекты? Зато меню доната вы сделали. Вы успели это сделать. И, кстати, заметьте, вот сейчас я показывал меню доната. Буквально уже через 8 часов оно в корне изменится. И это в конце я вам покажу. Ну, а пока надо идти и искать эти 2 тысячи. То есть найти какую-то работу. Уже на самом деле я шел со страхом. Я не знаю, как вот с этой сборкой работать. Нажимаешь выбор работы, туда тебе прокладывается, а может быть там и нету ничего. И здесь половины работы нет. Ну, этого мы еще коснемся. Я пошел на работу почтальона. Она выглядит точно так же, как вот в стоковом старинном Red Age. Находится в этом здании. Та же самая желтая футболочка. Здание, кстати, это прачечная. Там на ней написано. Поэтому, например, на оригинальном Red Age поменяли это здание. Поменяли и машину, и форму. Там все сделали по-человечески. Но это старая версия Red Age. Поэтому здесь все вот такое вот. Но и как на старой версии Red Age здесь перегоны от точки до точки по 15, там, 12, 10 километров. И платится за это 100 долларов. Ну, бывает 120. Это если он там 15 километров проедет, что будет 120 долларов. То есть накатать 2000, ну, такое вам скажу занятие. Меня надолго не хватило. Я пошел искать другую работу. А другая работа на этом проекте называется Фермер и Тракторист. И вот тут сейчас будет интересный сюрпризик для тех, кто знает Red Age'овскую сборку. Я поехал, естественно, на ферму в надежде, что там будет полегче и будет какая-нибудь зарплата. Ну, название-то свежее, да? Сборка древняя, а название свежее. Но не тут-то было. Выглядит все вот таким вот образом. Да, подобрана по антуражу какая-то локация более-менее. Ну, а дальше я вам скажу. Помните, я вам показывал, что нет работы электрика? Так вот она. Это и есть скрипт на работу электрика. Только заменили локацию, оставили практически те же самые точки, что и там. Даже не стали их менять, поэтому по полю идет вот такой вот разброс. Ну, а анимацию ковыряния в электрощитке заменили с одного из проектов. Это человечек лепит снежок. Был такой зимний мод, и на зимний мод ставили вот такую вот анимацию. Он бегает по этим точкам, и вместо того, чтобы ковыряться в щитках, он лепит снежки. Это не мод, а скрипт на электрика. С этой же самой сборки, с Red Age. Просто вот они решили сделать вот так вот. Очень хитро, я бы сказал. Хитро, но глупо. Ну, и как гвоздь в крышку этого гроба, добавлю, что нету здесь аренды. Вот я сюда приехал, сейчас аренда закончится, и отсюда добирайся вот как хочешь. Вот как можно назвать проект, на котором нету даже элементарного возможности передвижения по проекту для игрока. Вот их, вот нету просто. Нету. Бегом бегай. Ну, вот как вот это можно назвать ОБТ? Ну, что за чушь? Вот какой это ОБТ? Это черновик. Это черновая работа. Это наброски. Это не ОБТ. Это издевательство над игроками. Я бы еще вот так это назвал. Издевательство в первую очередь над сборкой, а потом уже над игроками. И можно было бы предположить, что придурь этого проекта, наверное, подошла к концу. Но нет, нет. Здесь есть еще одно рабочее занятие. Я его упоминал. Это работа трактористом. Выглядит все вот так. Опять же таки перенесено. И как вы думаете, что это? Ну, знатоки RedEdge сборки, наверное, уже поняли. Это газонокосильщик. Только заменили газонокосилки на трактора. По-моему, я не буду утверждать, но, по-моему, даже маркеры менять не стали. Потому что то, как расставлены маркеры, это просто чушь несусветная. Просто, мне кажется, ее взяли, вот как она есть на RedEdge, и просто перенесли локацию и в самом скрипте поменяли вид транспорта. Даже не удосужились поменять одежду. Она так и осталась, как у газонокосильщика. Ну, а так как у моего персонажа баганные волосы, я в самом начале ролика об этом говорил, что есть добавленные прически, но они не оптимизированы. Поэтому волосы растут через шлем, через шапки, через все растут волосы. Они не оптимизированы. Эти прически не принадлежат вообще к ГТАшке. Это какие-то модмейкерские причесочки, которые, к сожалению, не оптимизируются. Если родная прическа, когда вы одеваете шапку, она исчезает, или когда вы садитесь в машину, там кепка исчезает, то эти прически, они вот как они есть. Они нарисованы, и они никуда не исчезают. Ну, а сама работа вот такая вот. Ну, это кошмар. Это кошмар. Уж смотрите там по деньгам сами. Оповещений никакого нету. По-моему, здесь платится 8 долларов за одну точку. Ну, соответственно, 800 долларов 100 точек. Ну, и считайте дальше. Нам надо было заработать 2000, для того, чтобы получить документацию. Я уже не знаю. Я не пошел ни в автошколу, ни уже оформлять эту гребаную карточку. Уже не до этого. Потому что экономика конченая. Она просто вот... Она просто конченая. У меня даже других слов нет. Просто конченая экономика. Заработать даже те же самые сраные 2000, вы устанете. В общем, вот такая вот работа. Такие вот вообще в принципе работы на этом проекте. И который называется, что он в стадии ОБТ. Еще раз скажу, что это не ОБТ. Это черновой набросок проекта. Это даже в черновики-то нельзя еще вносить. Это просто вот набросок того, что могло бы быть на проекте. И работать здесь еще и работать, я не знаю, полгода, наверное. Но это открылись ребята как ОБТ. Ну, а я же, естественно, так как больше не на чем ездить, на этом же тракторе, на котором здесь ездил по точкам, поехал до ближайшего магазина. Ближайший магазин был в Пале ТБ. Причем там был магазин русской техники. Вообще тут магазины не подразделяются по каким-то классам. Они подразделяются на немецкие, американские, русские. Там еще, по-моему, какой-то был магазин. Но ближайший был вот этот. Поэтому на тракторе, на этом я туда и поехал. Ну и вот, чтобы вы понимали, какие здесь цены на машины. Это все к тому, что я говорил, что экономика здесь, она просто конченая. Действительно, мне нечего сказать. Машинки вот такие. Экономики еще сейчас, чуть позже коснемся. Машинки вот такие. И если кого-то, например, заинтересуют отечественные виды моделей, то, например, есть такой проект Радмир, да. И вот там эти машины можно купить, не затрачивая такого количества времени, как здесь. Так что, если кого-то заинтересуют эти машины, то вот на Радмире их в полный рост. Отечественный проект, отечественный транспорт. Там можно их прикупить. Здесь почему-то им сделали вот такие вот ценники. Ну, я вам показывал уже сумки, да. И вот, пожалуйста, машины. Ну, и зарплаты. Если кому-то интересно, можете перемотать, остановиться на паузе и посчитать, сколько платится. Как я и говорил. 4, 5, 6, 8, 10 долларов. Вот такие вот зарплаты. За каждую, естественно, точку. И самая дорогая, дорогостоящая работа, это оказалась вот та самая работа почтового курьера. Там хотя бы 100 долларов можно было заработать. Правда, надо проехать всю карту. Ну, тоже думайте сами. Вот, в общем, мне не понравилась экономика вообще никак. Над ней не работали. Да вообще над всем проектом никто не работал. Не тестировали его, не пробовали вообще. Ну, это же видно, что ну, столько косяков. Это, я еще раз скажу, это не может считаться открытым бета-тестированием. Это черновик. Это черновые наброски на проект. И он даже неиграбельный. Я бы, наверное, еще и так сказал. Это, это кошмар. Вот, это кошмар. Ну, а если возвращаться к экономике, то за 4,5 часа безудержного фарма мне удалось заработать чуть больше 5 тысяч. А самый дешевый транспорт здесь продается скутер. Он стоит 2,5. А еще нам надо 2 тысячи, чтобы оформить какую-то документацию. Ну, вот смотрите сами. Цены я вам показывал. Все перед вашими глазами. Столько косяков на проекте, который почему-то называется ОБТ, ни черта не сделано, ничего не настроено. Но зато меню доната ребята сделали красиво. Я вам говорил, посмотрите, да, запомните, когда мы были в мэрии. И вот на следующий день, спустя 8 часов, меню выглядит уже вот так. Все крупно, все понятно, донатте. Я никогда не касаюсь финансовой части проектов, но вот этот проект, это просто наглая попытка заработать на говне. Первым делом делается донат, слепили какое-то, ну, реально говно из старья и запустили его. Постят в группе, кидают рекламу прямо на проекте про донат. А про то, чтобы поправить игру, сделать что-то красиво, поправить хотя бы анимации, поправить объекты, поправить триггеры, поправить маркеры, это руки не доходят. А вот сделать меню доната, здесь у нас руки доходят. Кидать посты в группе, здесь у нас руки доходят. Еще раз скажу, я никогда не касаюсь финансовой стороны, но я считаю, что вот это вот жалкая попытка просто выкачать деньги. Это не проект, это черновик, черновик с донатом. На этом, наверное, я и буду заканчивать. Спасибо всем, кто посмотрел и всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok